Часик в радость и ферсладость, дорогие хиканы, и сегодня у нас ночная съемка с Сашей Скулом, недавно приставившимся, так сказать. Саш, ты воскрес, что ли? Как бодрый дух, например? Блядь, зря я курнул. Ну ладно, да нет, хорошо я чувствую, готов вот с тобой пообщаться, рассказать, как умер, как воскрес. Вот, правильно, дорогие друзья, чтобы внятно и трезво излагать свои мысли, необходимо, что? ЗОЖ на крестах, так сказать, призываю вас всех. Блядь, ты вообще так набогохулил уже там за 10 секунд. Я вас понял. Тебя запретят в РФ. Но, тем не менее, тем не менее. Саша, у меня к тебе вопрос, а что же это ты такой грустный, как сам понимаешь, что со салом невкусный? У меня период такой, блядь, в жизни, вообще так все, нахуй, с ног на голову перевернулось, и что-то, блядь, не было в тот день так тоскливо. Возможно, я был в очко, но я не уверен, возможно, я был как кристально трезв, я, блядь, в тоске что-то думаю, умру, нахуй, и, блядь, как вот по Детсу прямо написали, вот я как-то подсознательно так же похуярил. И что-то телефон загасил и лег спать, и, блядь, там, пиздец, там, мамке телевидение звонило, там, ну, просто, там, вообще, такой дурдом начался, я как по карипсис, нахуй. И это, блядь, оказалось, вот я прошел негреда, так сказать, то есть, типа, это такая сакральная получилась смерч, и, блядь, вот так хуяк я, как вот у Зеланда в трансферфинге, так вот, блядь, по-новому зажим. Как все круто замешано, и трансферфинг, и все остальное. А это была спланированная акция? Нет, я, блядь, вообще не думал, что такая хуяня получится, я думаю, блядь, ну, там, это всех перепугало, я спал просто все это время с вырубленной дудкой, и, там, звонило телевидение маме, там, блядь, что-то там, там, звонили, там, вообще, там, через три пизды колена, там, родственники партнера с Курска, ну, там, в этом вообще пиздец было. А я как-то это, ну, не думал, я раньше, там, вообще, по шесть раз в день мог умереть, в паблике, ну, просто мне грустно было, а тут пиздец какой-то, там, пиздец, что-то там подписчиков, страшное дело прибавилось, там, хуя, напоешь столько. То есть, телезрителя, они же впечатлительные, и, вот я хочу зачитать, пишет Духаст Вячеславович, так ты, ебанько тупое, обращается, видимо, к тебе, сам, как малолетка, написал, что помер, и теперь СМИ в чем-то обвиняешь, ебланище малолетнее, орфография сохранена. Он, по идее, кстати, это, ну, много моих смертей должен был наблюдать, не знаю, что он так удивился, ну, я что, ебал, что СМИ, там, блядь, ебутся до паблика, как нахуй, я вообще СМИ нужен-то оказался, и как бы, в чем он-то меня обвиняет, я, как бы, что, блядь, виноват, что я хуйня получилась. Раньше не было же такой хуйни. Раньше не было. Я не просто скобар. Цитаты великих людей, круче Джейсона Стэтхэма, но в твоем официальном паблике, с галочкой... Блядь, вот, блядь, эта хуйня, да я вообще не знал, что ли, что это официальный паблик, блядь, там, я что, персона какая-то? Просто-то я не знаю, с какого хуэта вообще попало в СМИ, там, стало интересно, там, вообще никто не ебет, кто-то бумер, какой нахуй, Саша Скул, там, 22 тысячи подписчиков, какое нахуй СМИ? Ну, в своих кругах ты культовая личность, или цинизм, и все такое. Блядь, там эти круги уже, да, круги, уже пропили компьютеры, мне кажется, там, на лавочках сидят, они в интернете, там, это такие маргинальные, мне кажется, круги. Да, и вот именно в этих кругах я сегодня и, наверное, всегда буду крутиться, но в этом нет ничего плохого. Так вот, ты пишешь 19 февраля, значит, в 10.49, я пошутил, запятая, тупицы, но творческий путь окончен, именно вчера сгинул литературный герой Сашенька Эс. Что ты этим хотел сказать? Ну, в принципе, и так понятно, но все-таки хотелось бы комментарий от тебя. Бери, там, блядь, ну, другая хуйня будет, 1.9.8.9 группа будет называться. Я так понимаю, это коннотация с твоим... Ну, соответственно, продакшн, там, типа, блядь, ну, не будет уже продакшн, будет вот синтезатор, блядь, такая хуйня. То есть ты с рэпчиком все завязываешь? Ну, да, там, заебало, ну, это реально заебное, знаешь, к альбому записываю, я раз в год еду в Чебоксары, и, там, типа, вот, трясусь с риббитом на студии, там, типа, с пацанами, там, ну, там, в районе недельки, все, типа, альбом... Ну, и уебываю с альбома, там, риб досводят, вот он еще, и все. И это, ну, и, как бы, там, блядь, инструментальную музыку, получается, делать в Москве, как бы, это, ну, менее напряжно, чем рэпчик ездить писать. Ну, и просто заебало мне, вообще, если честно, у меня там не стоит уже давно ничего писать, там, я, ну, раньше вообще хуярил по три трека в день, я вообще, ну, там, полгода молчу, и, ну, может, я вообще ни хуя больше не буду делать, может, буду там, блядь... Я понял, в общем... Как крем-то, а члена рекламировать в паблике. Это, это всегда правильно. Но вопрос такой, я так понимаю, что все, на таком, так сказать, искусстве заработать очень сложно. А я не пытался, я вообще раньше думал, что, там, гуф, там, все сами платят, чтобы, типа, блядь, концерты у них проходили, потому что я поверить не мог, что кто-то заплатит за то, чтобы идти на рэп-концерт. Ну, потом, там, блядь, что-то после Версуса, по 10 тысяч рублей заработал в концерт. Ну, думаю, ну, он, говори, ну, хуйня, я всегда прав был, типа. Ну, так это ж хобби было, я никогда как-то поставку, вот, за лупы не делал, я с другого вошел. Ты действительно расстроился, когда Децл приставился, ныне, интересно, его веки веков? Да, ну, прикинь, блядь, ну, мы почти ровесники, как бы, ну, я помню, прям, вот это кто-то, когда я, там, увидел вообще пиздюком, там, Пепси, Пейджер, МТВ, ну, как бы, это, там, прям, это повеяло, что Смертушка так-то рядом, что сейчас можно, и, блядь, мотором ёкнуться с утра, там, да, Спайса в Ижевске, блядь. Ну, при чем, я был в Ижевске, у меня был концерт, и Дима Добрих, там, сам, как Децл, чуть не приставился, только от водочки местный, там, к трапу скорую вызывать хотели, блядь, за мной пиздец был. Мы назад летели, и у него, ну, его подкидывали, блядь, метался по салону самолета, короче, его, там, блядь, пытались всячески реанимировать, а его надо было похмелить, на самом деле, там, что-то, типа, скорую, там, блядь, к трапу, там, у нас особый выход, ну, и мы сразу заходим в пивняк, Димон два пива выпивает, и все, вообще тут не бывало. А мог, как Децл, так что Ижевск, такое место, там, с концертами лучше не появляться. В Удмуртии с тобой еще не такое может случиться. Не, ну, там вообще заебись, знаете, там, вот, в Ижевске, прям, это люди вообще такие, прям, пиздаты, ну. Я же тоже все это прекрасно помню, но тебе не кажется, что Децл, это, ну, аналог Фараона, например, что это просто коммерческий проект, и что ты и я грустим, потому что это наше детство. Да, это просто, ну, как бы, вот, кусочек эпохи, ну, это реально, вот, все, вот, блядь, там, это, поздние, там, 90-е, начало нулевых, вот, где-то вот там же он был, и, ну, блядь, и прям, как бы, это, ну, ну, хуй знает, как сейчас Путин, если представится, вот так же будет, пиздец-то, как такое могло быть, вот, так же, с детства. Почему ты до сих пор не завел детей? Почему ты сидишь и бухаешь пиво, и нарушаешь нашу заповедь ЗОЖ на крестах, береги меня, Аллах? Да я не знаю. Я еще сам, как бы, ну, пиздюк, я, там, блядь, одеваюсь, как ребенок, там, у меня хобби, как, блядь, у ребенка, там, ну, ведусь, как, блядь, ребенок, там, общаясь, там, блядь, тоже, там, за 20 лет людям. Хорошо, ты сказал, что СМИ, журналисты, стервятники пользуются... Ну, это не то, что стервятники, но это пиздец, ну, искать вот такие инфоповоды, ну, понятно, там, да, к чему привязалось, что, вот, умер один рэпер, о, нихуя, типа, это трендовый инфоповод, и как-то там что-то попало, ну, это, ну, это вообще залупа, это можно Википедию открыть, и новости хуярить, вот, Кран-ТВ передачи снимает, тут... Я у тебя о другом хотел спросить. Блядь, ну, такой вот, в натуре цифровой дарвинизм, ну, ты... Я тебя о другом хотел спросить, мы сделали вывод, что мамка-то все-таки у тебя есть, она тебе не говорит, Саша, ёпт твою горе мать, ну, где же внуки, что ты сидишь, как сыч, например? Да я не как сыч. Ну, не как сыч, а как другое животное, прямоходящее, млекопытающее. Блядь, ну, мне 29 лет, ну, чё, у меня время ещё есть, это я только ступил где-то родный, по сути, возраст. Часики, часики-то тикают? Ну, куда тикают? Часики всегда тикают. Там чё ещё, если детей завести, то это всё, часики замрут, что ли, они дальше хуярить будут. Я к тебе пытаюсь ненавязчиво подтолкнуть, точнее, навязчиво к тому, а кто будет рожать новых налогоплательщиков? Я против того, что это подлое государство получало новых налогоплательщиков. Я что-то вышел из дома, а у нас всё, ну, она подрастала, и я, как всегда, в таком... У вас бомбят, кстати, ещё что-то. Ну, у нас по-окраингу. Это же буканы уже бомбят. Буканы бомбят, да-да, ну, по-окраинам, по-окраинам. Вот я тебя о детях спросил, да, вот моя бабуля 52 года на заводе отъебашила, а у неё пенсия 40 долларов. Хы-ы-ы-ы. Вот. Я в Катай сегодня кидался деньгами. Да? Сколько кинул? Миллион. Неплохо. Неплохо. В какой валюте? 50-50. Я вас понял. Хорошо. Ну, прикольно было. Да. Вышел, вышел, значит, и я специально для такой погоды надел ботинки 2012 года, вот, чтобы не жалко было. Только вышел, и у меня прям почти колотку в грязи и всё. И кругом... Я прям тут... Я снял, снял на камеру, тут вот сделал такую вставочку, вот. Ну, так вышли, Европа. Пойми, у меня... У меня дружище... Ты что-то понимаешь. Тупанул, да-да-да, признаю, признаю, да, признаю. Ты мне просто обскакал, поставил в тупик и, как называется, загнал в просак, например. Вот. Я о другом хотел тебе сказать. Если мои ботинки 2012 года погружаются по щиколотку. В грязь кругом говно, алкоголики и ужас. Экзистенциальный. Или, как мой кореш говорит, экзистенциальный. Вот. Зачем они, блять, рожают? Ты кайфуешь, нахуй ты голову все забиваешь. У нас же остро социальная передача. Скупьем грязь, да ебить, значит, жизнь идет. Это же хуенно, все. Там водку пьют, там охуенно. Ну, блять, ну так всегда будет. Ну, ты почитай, там, блять, не знаю. Отца и мать. Да не, я в плане, ну, всегда было хуево в мире. Справедливости, блять, никогда не было. Ну, и не будет. Ну, может, и так справедливо все там, и так уравновешенно. Ну, всегда вот такая хуйня была. Смотри, всегда ты выходил, вот блять, человек там в 17 веке, и в том числе я там в Европе. Я там за поем учился, что это Гоффлана прочитал. Крошку Цахис? А? Крошку Цахис? Вообще всего, короче. Я там алхимию увлекся мелочеть, читал Гоффлана. А ты по романтизму, что ли, угорел? По алхимии. Ага. Не, ну и Гоффлана-то это, ну, как бы, так сказки. Ну, я так подумал, это хоррор, так-то пиздец был для того времени. Образы там, это, наверное, максимально просто жуткие. Ну, и даже тогда было так же. Ё, вот блять, ну, чё в России, чё в Германии, там. Ну, вот, ну, просто вот, блять, ну, мир такой, вот, прими, и кайфуй. Нет, нет. Гоффман жил, блять, в эпоху всякого ебучего романтизма, например. Когда ещё нихуя не было. Но сейчас нельзя, нельзя мириться с этим, понимаешь? Нельзя. Что, что поделось? Саша, у нас... Так, а чё там так же? Люди выёбывались, там, мириться не хотели. Ну, и чё? Ну, чё изменилось? Чё изменилось? Единицы, единицы крутые. Блять, ёбаный в рот, там, да, там, слово, да, или крепостное право отменили, там, вот, либерализировалось общество, теперь трансов, там, ну, как бы, нормально воспринимаем всё. Ельцин демократию принёс. Ты, ну, да, вот, и чё? От этого, как бы, ты не должен наступать ботинком, говно, эту водку рядом пить не должен. Это что за концлагерь-то ты, блять, придумал? Вот на этом и порешили. Отлично, отлично, отлично. Ты упомянул о шимейлах, о трапах. Как ты вообще вот к трапам относишься? Да я вообще вот никак не скажу. Вот я знаю одного трапа Анатолия Оброскова. Вот это вот охуительный человек. Кандидат в президенты, несостоявшийся. Ну, блять, он подал заявление в ЦИН. Ну, вообще он много акций провёл. Ну, блять, прикольно. На самом деле он, ну, он такой прям, прям вот смесь интеллигенции, шизофрении, прям отлично. И он, короче, и вообще кайфует от того, что он всю жизнь занимался, блять, политикой какой-то. Я смотрел старые там его интервью, он там, блять, на пресс-конференциях у Путина, кстати, был он даже в былые времена. И он сидит там, короче, ну не у Путина, а вообще какой-то вью, даёт там с чубом, там свитери со свастикой, он там по родноверию тогда угорал, там, блять, несёт такую жёсткую хуйню. Вот, ну и сейчас он, короче, походу этот самый адекватный период, блять, за его жизнь. Хотя, скорее всего, у него уже шизофрения, там, надо спасать. Ну, он кайфует от того, что движует. Прям, блять, и у Толян, ну, короче, там, с ним кореш мой разговаривал как-то. Говорит, Толян, ну, блять, ты пора, там, у тебя мамка уже присмертит, там, тудой-сюдой, там, где внуков заведи, чё-то хуйнёй занимаешься, работа, пиздуй. Толян говорит, ты чё, типа, я ради политики что, зря скалку в жопу запихивал. И вот это, блять, великий человек. Вот, люди, самоотверженные... Ну, а так, в целом, там, о трапах, там, я не думаю больше. Иногда вот о Толяне думал, блять, как там сейчас Толян, а так... Мне эта тема не близка. А ты видел когда-нибудь Трапогалю? Нет. Да зайди мне на кнопку. Я вообще, кстати, это пассивно, блять, в этих соцсетях участвую, я вообще этот контент, ну, как бы, вообще никак не ем, блять, не смотрю ленту новостей, не знаю, все эти трендовые залупы, рецепты, книжки читаю. Я вас понял. Это правильно. Но Трапогалю должны знать все. Хорошо. И, пожалуй, будем выходить на финиш напрямую. Что почитать, ну, кроме отца и матери, из литературы? Ты говоришь, что ты книжки читаешь? Посоветуй нашим телезрителям, нашим юным зрителям. Гофмана «Повелитель Блох». Ну, это в натуре, это пиздец, какая крутая книга. Захватываю, ну, это вообще, это пиздец, это для эпохи романтизма, как ты говоришь. Это, там, навертеть такой сюжет, ну, это пиздец, короче. Это, ну, просто круто, там, с точки зрения вообще концепта, там, блять, слога, там, вообще вот, ну, вообще все эти идеи, там, это, блять, там, там просто цитаты уникальные, там, блять, там, блять, блять. А что-нибудь из отечественной литературы, так сказать? Да я чё-то ничего не читал давно отечественного, до Влатова, последнего, по-моему, читал из отечественного. Что-то совсем ты загрустил. Ты не собрался, действительно, отправляться в мир иной? Не, не, ну, кто знает. Мне чё-то кажется, что я пиздец долго проживу. Почему-то у меня такое ощущение. Твоя печень тоже так думает? Да, ну, я, на самом деле, так не бухаю, как ты думаешь. Ну, я вообще, на удивление, такая-то смотрю в этом, ну, бодро к врачам, не знаю, до 10 врачей, вообще ни у каких. Юнга ещё пиздец недавно читал, как раз вот, где он это, ну, вот этот алхимический принцип, там, психотерапию переносит. И, как бы, там, его лекция, вообще, где он это там старо увязывает. Ну, и так, короче, блядь, прикольно. Запомните, ребята, Карл Густав Юнг был больше культурологом, например. И, ну, он забавный парень, но Фрейде ему никогда не удалось обскакать, я вам авторитетно заявляю. Ну, это вещь арбитрарная, так сказать. Неважно, неважно. Дорогие турция, на этой фигуре... Нет, тут у него идея очень крутая. Как бы, блядь, я тебе напишу, как, короче, книжка называется. Я проебал ещё месяц телефоном на 23 февраля. Я понял, но ты, видимо, тоже был нетрезв, так сказать. Вот там я был бычко. Саша Скулл, а какое горе ты заливаешь? Шизо никакое. Дорогие друзья, на этой мажорной ноте мы завершаем нашу шизопедерастическую передачу. Ставьте класс этому видео, психоделическому. Донатьте нас бабуль на вещь пакета, заказывайте рекламу и сигны. Подписывайтесь на канал Hikonanambo1, где вы ещё такое увидите. Вот. Тёмки-тёмки, лавки-лавки, покусики. До новых встреч. Берегите себя. И только ЗОЖ на крестах.